Вчера пересмотрел полностью свой портфель и сделал ребалансировку. Сейчас объясню, в чем дело. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Мне потребовались деньги внезапно, и надо было вывести достаточно немаленькую сумму. Дочь строит дом, и поэтому я вывел все, что было в кэше, и решил сделать ребалансировку портфеля. Последнее время я внимательно смотрю за разной информацией, особенно за фундаментальными показателями, и на этой основе я сделал некую балансировку именно на бирже СПБ, именно в валютных инструментах. Я вывел деньги, которые были в кэше, а в кэше у меня были деньги в валюте. Соответственно, акции я, в общем-то, для того, чтобы вывести деньги, не продавал, потому что у меня был запас денег в кэше. Кэше вывел полностью. И что я сделал? Давайте посмотрим. Вот на бирже СПБ сейчас мой портфель выглядит таким образом. Посмотрите, вот здесь он отсортирован по проценту активов. Раньше у меня было. Если вы посмотрите предыдущие видео, там, где я инвестиции в лесу, там был мой портфель, на первом месте стоял Сина Корпорейшн с большим перевесом. Я продал большую часть Сина Корпорейшн. Вот они. Я их продал вчера где-то вот здесь. А нет, я по 40 их продал вот здесь где-то. Вот. Ну, во-первых, они выросли, а во-вторых, ну, это был явный перекос. Я сделал более равномерно. Я продал большую часть Сина Корпорейшн и продал в свое время, так сказать, тоже Пфайцер. И сейчас я тоже его немножечко продал. Также я продал Тата Моторс. Я уменьшил. Вот он, они выросли. Я вчера уменьшил долю в Тата Моторс, потому что там был тоже большой перевес. То есть на первом месте у меня были, так сказать, я уже не помню. Так, на первом месте точно было Сина Корпорейшн. По-моему, я Тинькова немножечко продал. Но вот сейчас выглядит так. И что я хочу сказать, что я смотрю внимательно за информацией, за фондовым рынком, за фундаментальными показателями. Сейчас мы находимся в состоянии кризиса. Сейчас мы находимся в состоянии коронавируса. И как бы то ни было, я считаю, что будут подниматься больше фармацевтические компании. Поэтому у меня большой уклон по фармацевтическим компаниям и биотехам, которые создают различные лекарства, различные вакцины. Я в это влез немножечко. Я уже знаю, что такое фаза 1, фаза 2, фаза 3. Вот. И вчера я полтора часа смотрел обзор как раз по биотехам Дмитрия Солодина. Часть из этих акций, которые он говорил, они у меня уже были. Часть я докупил. То есть я пересортировал. Вот смотрите, из новых акций. Сейчас у меня из новых акций, вот она, Exelixis Incorporated. Это компания как раз вот из этих, которая занимается разработкой новейших лекарств. И несколько лекарств там находится на фазе 3. Обзор Дмитрия Солодина вы легко можете найти. Возможно, я ссылочку даже на него скину. Очень такой подробный. И там во второй части как раз было. Про Exelixis было. Вот. Итак, у меня, значит, смотрите. Компания Exelixis 490 долларов сейчас в компании Exelixis. Компания Ellilili. Я немножечко уменьшил портфель вчера в компании Ellilili на одну акцию. То есть у меня было 4, стало 3. И 489 на текущий момент долларов находится в Ellilili & Company. Это, ну, тоже медицинская и фармацевтическая компания. Sydney Corporation – это китайская компания. На данный момент 391,8 долларов. Вы видите, что, ну, как бы, здесь доля достаточно высокая. Тинькофф, посмотрите. Ну, он очень хорошо растет. Сейчас я тоже, по-моему, уменьшил долю немножечко в Тинькове. Но 254 доллара по-прежнему Тинькофф TCS Group Holding есть у меня. Следующее. Alexion Pharmaceuticals. Тоже фармацевтическая компания. Вы видите, что она сейчас находится, ну, вот, на таком уровне. Там тоже есть лекарства, которые находятся на фазе 3. То есть если фазу 3 компания проходит, то там кратный рост. Так вот, у компании Alexion, по-моему, ну, короче говоря, несколько уже лекарств на фазе 3. То есть если они получают одобрение, рост получается. Компания Pfizer. Компания Pfizer – это фармацевтическая компания, которая будет как раз заниматься производством тех лекарств, которые, это крупнейшая вообще фармацевтическая компания Америки, которая будет заниматься и производством этих лекарств и как раз реализацией. И прошла недавно информация о том, что США поручили этой компании, значит, ну, закупку через эту компанию лекарства, вакцины от коронавируса. В том числе, например, да. Дальше у меня следующее – Macy's. Долю я не уменьшал в Macy's. 193 доллара. Это сеть гипермаркетов в Америке. Они очень-очень здорово упали. Вот, очень здорово упали. Находятся на очень низком уровне. Просто были куплены, потому что находятся на низком уровне. И есть, ну, все вероятности того, что компания не обанкротится, выживет, и тогда она начнет расти. Вот. Но это уже сеть гипермаркетов. Компания Nike просто компания, которая производит товары потребления. Boeing Company аналогично с Macy's, очень сильно упал. График практически такой же, но Boeing просто не дадут обанкротиться. С Boeing все будет хорошо. И здесь вы понимаете, что с 200 до 300, там, это 50%, в общем, сказать, можно рассчитывать. Reata Pharmaceuticals. То же самое. Это очень маленькая компания, насколько я понимаю, фармацевтическая, но занимается разработкой как раз очень-очень, ну, лекарств для редких болезней, очень уникальных лекарств. Вот, что я вчера купил еще. AMD. Смотрите, AMD находится на хаях, как говорят, да? И я смотрел информацию. Intel, в общем-то сказать, как бы опустилась в последнее время, потому что отказалась, ну, отложила, по крайней мере, производство чипов на 7 нанометров. А Advanced Micro Device, AMD, как раз наоборот, начинает производить эти самые чипы. И оно просто прет вверх. Последнее время вы увидите, да? Я взял на хаях, и он уже вырос. Advanced Micro Devices. Я взял немножечко на 150 долларов, ну, потому что на хаях, потому что мне многие повертят у виска и скажут, ты что, дурак, на хаях брать надо, подождать, пока упадет. Но это не технический анализ, это надолго, и поэтому я взял Advanced Micro Devices. Вот. Tata Motors, это индийская компания, она у меня здорово подросла. Я говорил, что я зафиксировал прибыль здесь и продал, ну, как минимум, половину из этих акций. Нет, больше половины, я думаю. Вот. Они у меня остались, и я буду следить за индийской компанией. Вот здесь одна китайская компания, здесь индийская. Cisco Systems. Это огромная компания американская, тоже микроэлектроника, системы коммуникации. Ну, вот она сейчас у меня в минусе, я ее держу. Она очень хорошо платит дивиденды ежеквартально, но у меня всего-то 139 долларов, поэтому и дивиденды там соответствующие. Вот. Три акции всего. Вот. Поэтому вот так. Ionis Pharmaceuticals. Еще одна фармацевтическая компания. Посмотрите, у меня небольшая сумма. Почему? Потому что акции находятся на относительно высоких уровнях. Я решил купить на небольшую сумму 119 долларов этих акций. И две штуки всего купил по 60 долларов. Вы видите, да? Сейчас они немножечко опустились, но это фигня. И компания Xilings. Это тоже электронные компоненты. Ну, она здорово выросла. Да, микросхемы и так далее. Она здорово выросла. Итак, смотрите. У меня Xilixis, Elilili, Alexion, Pfizer, Reata Pharmaceuticals и Ionis. Вот сколько у меня фармацевтических и биотехнологических компаний, которые занимаются производством лекарств. Я считаю, что вот этот коронавирус просто должен немножечко поменять все соотношения. И медицинские и фармацевтические компании должны подняться. Поэтому упор у меня на медицинские и фармацевтические компании. Что касается российского рынка, там все без изменений, поэтому я об этом не буду говорить. Ну, вот то, что я хотел сказать на сегодня. Я считаю, что лайк я заслужил. Оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по поводу формирования портфеля. Может быть, я что-то сделал не так. На сегодня все. Спасибо. И до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.